Правоцентристские и крайне правые партии получили наибольшее количество мест в Европарламенте в ходе воскресных выборов. Об этом пишет зарубежная пресса. Таким образом, группа Европейской Народной партии во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен может второй раз получить наибольшее количество голосов. Согласно последним результатам, представленным Европарламентом, ЕНП получила 185 мест. За ней следует группа прогрессивного альянса социалистов и демократов – 137 мест. Группа, обновляя Европу, получила 80 мест в парламенте. А вот группа европейских консерваторов и реформистов, в которую входят такие партии, как братья Италии Джорджи и Мелони, может получить 72 места. Ультраправая партия идентичности и демократии – 58, пишет Ньюз Ро. Зарубежная пресса отмечает, что в воскресенье вечером президент Эммануэль Макрон объявил о распуске французского парламента и организации новых выборов в законодательный орган после поражения провластного альянса на выборах в Европарламент. Он занял второе место, сильно отстав от партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Леопен. Макрон объявил, что первый тур выборов состоится 30 июня, 2 и 7 июля. По данным экзитполов, на выборах в Европарламент лидирует Жордан Барделла, молодой председатель крайне правого национального объединения Марин Леопен, набрав около 32% голосов, что почти вдвое больше, чем коалиция «Возрождение», поддерживающая президента Макрона, которая получила чуть более 15% голосов. Политические изменения и в Бельгии, где премьер Александр Дёкро объявил о своей отставке после поражения возглавляемой им партией на выборах в Европарламент. Также всего от Румынии на выборах в этот законодательный орган было зарегистрировано 15 кандидатов. По результатам экзитпола, проведенного курса «Вангард» из Румынии, правящая коалиция левоцентристской социал-демократической партии и правоцентристской национал-либеральной партии, лидирует на выборах в Европарламент, получив 54% голосов избирателей. На втором месте – оппозиционный националистический альянс за объединение румын «Аур» с 14%. На третьем – альянс «Объединённые правые», в который входят партии «Народное движение», «Правая сила» и «Союз за спасение Румынии». Он получил 11% голосов. Демократический союз венгров Румынии набрал 5% голосов и по 4% получили независимые кандидаты.